12 ноября умер Роман Бондаренко. Вечером мы каждый раз с Виталиком созванивались. Он мне звонит. Я плачу на взрыв. Я говорю, парень умер. Ну, конечно, эмоции пошли, пошли какие-то выражения мои. И он мне в ответ, он утешал. Это все, оказывается, сбисали. Посчитали, что призыв к организации массовых беспорядков. Я Щербич Валентина Евгеньевна. Мама политзаключенного Щербича Виталия Ивановича. Я очень жду его домой. Позвонила жена моего сына Татьяна в полседьмого утра и сообщила о том, что к ним в двери ломятся неизвестные. Виталика лицом в пол повалили на глазах у детей. Мы живем в одном доме, но в разных подъездах. То есть я видела все, как его выводили. Конечно же, он знал, что я смотрю в окно. Вот. И поэтому он смотрел, может быть, хотел какой-то жест увидеть. Мы даже ему, с моей знакомой, мы находились в жутком страхе. Просто сковал какой-то животный страх. Мы не могли даже пошевелиться. Потому что, хотя потом прошло время, говорим, боже мой, ну почему мы не выбежали? Ну что бы они уже с нами сделали? Я понимаю, что для каждой матери ее сын самый лучший, самый хороший, самый внимательный. Но Виталий у меня в самом деле очень такой парень. Он обо мне заботился, так как 4 года назад умер мой муж. Виталий прекрасно понимал, что я одна сейчас. Он каждый день мне звонил. Человек все по дому делал сам. На него можно было оставить детей. Виталий мягкий, но с мужским характером, с мужским. Он байкер. У него спортивная Ямаха. Он увлекался вот этим всем. Ну и страйкбол. Ну, как говорят, это игрушки для больших мужчин, кто в детстве не наигрался. Ну, хотят они бегать по полям, лесам. Пусть бегают. Ну, естественно, во время обыска забрали это страйкболовское оружие, которое было в разобранном виде. Даже оно в подвале где-то лежало. Было несколько шашек дымовых, серных, которые вот в подвалах избавляются от насекомых. Защитник говорит о том, что, ну, ведь ни на одном марше в городе не зафиксировано, чтобы хотя бы одна шашка где-то вот была. Такого же нигде не было. Вот. И он первое время писал, что у них на меня ничего нет. Я очень скоро выйду. Ничего нет на меня. Все было хорошо до 17 ноября. Потом, конечно, все перевернулось. Эмоции, стрессы, стрессы, непрерывные стрессы. Стояние на морозе по 8 часов, чтобы передать передачу. Это не я ездила. Жена Виталия. Детей пришлось водить к психологам, чтобы снять этот стресс. Я не уверена, что он снят до сих пор. Как-то они у меня вдвоем были. И младший где-то затих в какой-то комнате. Старшего спрашиваю, а где наш младшенький? А он плачет. И чего он плачет? Я прихожу в комнату. Он сидит на кровати. Ребенок, которому 7 лет, держит фотографию отца. Да? И дитя рыдает над ней. Он не плачет, он рыдает. Он вот в эту фотографию и вот так вот. Вот. Он вот так в этой фотографии. Он рыдает. Маленькие дети так не плачут. Он просто горько-горько рыдал. Изо всех сил стараюсь не думать про детей с той точки зрения, что сожалею, что я не рядом. Просто блок на эти эмоции. Иначе меня снесет. Нельзя. Я даже когда была у него на Володарке, у меня вырвалось. Дети скучают, особенно младшенький. У него окаменело лицо. И он говорит, стоп, не говори больше ничего. Я говорю, Виталия, я лишнее сказала. Да, ты сказала лишнее. Ну и вот. Он везде с детьми, он везде с семьей. До колонии он говорил, я здесь долго не буду. Я у многих это читаю. Я долго не буду. Я не буду здесь долго. Сейчас он этого уже не пишет. К нему пришло письмо с предложением написать о помиловании. И чувствуем, что он растерялся. Он не знает, как поступить. И он пишет, что я всецело полагаюсь на вас. Как вы примете, какое решение, так и надо сделать. Я написала так. Виталия, если бы ты в чем-то был виноват, ты бы каялся. Он все понял. Он все правильно понял и успокоился. Солидарность проявляется и в большом, и в малом. Если идет моя Татьяна через двор, и ее встречает человек и говорит, вы Татьяна? Да, Татьяна. Подает пакет с фруктами и говорит, нате это вашим детям. Ой, спасибо, ну что вы, не надо. Нет, вам надо. Кто-то, пожалуйста, если вам нужно репетиторство, я бесплатно позанимаюсь с вашими детьми. Я математик, я физик. Приносят детям на день рождения подарки. Я открываю дверь подъезда. На почтовом ящике стоит коробочка. Просто написано на А4 Тимуру в день рождения. Сосед звонит. Вот же будет Новый год, вот детям подарки. Ой, ну спасибо, у вас же своих проблем не хватает. Ничего, мы свои решим. Это очень важно в этой ситуации понять, что ты не одинок. Вы гордитесь сыном? У меня достойность. Сосед Eyes Продолжение следует...